Минувшим вечером 11 сентября в Ташкент вновь вернулся большой хоккей, который любили в стране. Активно им занимались и именно вчера. Действительно состоялось историческое событие, которое ждали так долго. Мы, узбекистанцы, которые теперь приходим, наблюдаем и болеем за любимые клубы. Сюда, в этот величественный ледовый комплекс Хумуарена, который является действительно гордостью нашей столицы. Состоялся первый матч на профессиональном уровне. Это было красиво, зрелищно и торжественно. Было и открытие игр в рамках ВХЛ, в которые теперь играет наш столичный хоккейный клуб Хуму. Были и высокие... Отметим, что игру смотрели и присутствовали на ней известные эксперты в области хоккей. Все это российские представители, большие мастера своего дела, которых также впечатлила эта игра. Сразу же после встречи состоялась и послематчевая пресс-конференция. Мы, к сожалению, начало второго периода провалили. Пропустили достаточно два быстрых гола. Но, в общем, скажем так, после этого удара уже не смогли отойти. Поздравить всех с победой. Важная первая игра, конечно, в Ташкенте и в Узбекистане, я думаю, многие болельщики смотрели эту игру. Мы ожидаем еще больше наплыв, потому что когда была презентация, народ был гораздо больше. Мы ждали сегодня тоже больше зрителей. Ждем этих зрителей. Следующий матч состоится в пятницу, 13 сентября. В Ташкент приедет команда «Барс» из Казани. Начало встречи в 19.30. Ну а сегодня утром на территории ледового комплекса «Хуму-Арена» состоялась пресс-конференция. Не только как подведение итогов после матча, но и в первую очередь мероприятие в знак приветствия почетных гостей, которые посетили нашу страну, можно сказать, в исторические для нас дни. На пресс-конференции присутствовали известные личности в российском, да и в мировом хоккее. Это олимпийские чемпионы Виталий Прохоров, Алексей Жамнов, Валерий Каменский, исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов и наши руководители Федерации хоккея Узбекистана, вице-президенты Бахадыр Гафуров и Кирилл Матвеев, а также генеральный менеджер клуба «Хуму» Нормун Сейс. Журналисты поинтересовались их профессиональным мнением относительно вчерашней игры, на что гости ответили. Впечатление хорошее. Я думаю, что присоединяюсь к Италию, что на самом деле это не так просто, зная по себе, проделывать такую работу и собрать команду в такое короткое время. Поэтому это большая заслуга генерального менеджера и руководства. Ну, потому что есть и молодые ребята, есть и ребята, которые поиграли в КХЛ. Это все-таки придает опыт. И молодые ребята учатся у них. Ну, атмосфера была праздничная. Хотел бы поздравить всех с первой победой, с исторической победой. И все было подготовлено на высшем уровне. И самое главное, болельщики остались очень довольны. Появились фанаты у вас, фанатовский сектор. Это тоже приветствует. Старт был прекрасный, яркий. И я думаю, что хороший будет общественный резонанс. И на следующий матч придет еще больше болельщиков. Тем более, что арена это позволяет. И вот очень важно вот это формирование действительно поддержки. В рамках встречи говорилось и о теперь тесном сотрудничестве между Федерациями Хоккея России и Узбекистана. На каким видят перспективу этой совместной работы российская сторона? Мы делимся и будем делиться всеми нашими методическими наработками. У нас есть прекрасная программа «Красная машина» по как правильно развивать и готовить молодых игроков. Она абсолютно доступна на нашем сайте Федерации. И, естественно, также мы все материалы предоставляем нашим коллегам. Было отмечено, что уже через неделю в Риме состоится конгресс Международной Федерации Хоккея. Голосование и прием новых членов Федерации, где примут участие представители Федерации Хоккея Узбекистана. По мнению специалистов, сомнений нет, что Узбекистан войдет в полноправные члены Международной Федерации. Для этого есть все предпосылки. Были затронуты вопросы развития детского и юношеского хоккея по этапу на становление детских школ. Для этого необходимо в первую очередь время, рост спортсмена, поддержка государства и помощь родителей. Процесс длительный, но непременно приносящий результат, и над этим руководство Национальной Федерации ведет работу. В этом проекте также всяческую помощь окажут российские специалисты, которые стремятся развивать хоккей во всем мире. Говорили о составе столичного Хумо, о его комплектации. Было отмечено, что узбекский клуб заинтересовал многих игроков. Многие из них – те, кто не смог проявить себя в своих клубах, но почувствовать себя комфортно здесь и на новом месте, как говорится, покажет результат. Не исключается и возможность привлечения местных игроков, соответствующих высокому уровню игры. Команда – это непрерывный процесс в течение всего сезона. Кто-то себя проявил, кто-то себя не проявил, и травмы будут. Поэтому наверняка появятся какие-то изменения, появятся какие-то еще игроки. Были затронуты темы о вхождении в КХЛ и о создании фан-клубов, а также о том, что уже к 2020 году планируется сдача ледового комплекса в Самарканде. В конце встречи гости поделились своими впечатлениями о нашей столице, в которой не были давно, и отметили большие реформы и изменения, проводимые в Узбекистане.